Вот только начали. Оказывают помощь им, приносят молочко утром, сухой корм. Бычки идут с рынка, по несколько штучек дают. Но есть те, которые только стараются как бы их умертвить, чтобы они голодные были, воду выливают, пищу выбрасывают. Да и что, прямо вот отсюда выбрасывают. Вот эти тарелки я ношу с собой. Здесь ничего не остается, ни одной баночки, кроме одной тарелочки с водой. И то переворачивают для того, чтобы они не пили, чтобы котята поедут. Кошмар. Ну вот, думаем, что милосердие сильнее, наверное, но очень трудно. Очень трудно, что вот такие приказы нашим дворникам дают, убирать все, все, даже баночки. Баночку с водой. Еды мы вообще не оставляем, чтобы не мух выживить, все чисто, вымыто. Если кто-то выйдет, разойдет на пол, мы сейчас же я несу воду в бутылки, начинаем здесь мыть, чтобы ничего здесь не было. Но выливать воду, оставлять без воды в 35 градусов жары маленьких котят, это вообще не милосердие. Да. А вы это в обществе защиты животных или... Я не в обществе, я в своем. Вот сами по себе, да. Да. Я к тому, что у нас керчане не только вот в обществе заботятся, но вот по... Да, вот так по месту жительства. Ну да, по городу и все время вот кто-нибудь да подкармливает. В каждом квартале есть свои люди, которые заботятся об этих несчастных. Есть, есть, у нас героев Сталинграда, с улицы есть женщина одна, недалеко работает, она каждый день проходит. У нас я 20 лет уже кормлю здесь всех кошек. У нас тоже в нашем доме есть с трех подъездов приносят. Но так как на них нападают, они стараются быть негласными. Ага, понятно. Спасибо вам большое за рассказ. Пожалуйста, мне за ваше внимание к этим животным. А вот кто же не про эту кошку? Эта кошечка у нас ценная во дворе. Она крысоловка. Собаки ни одной около нас нет. Она сопрыгает, прямо на собакосе появляются собаки. Ничего себе. И больше собаки не подходят. Вот все на расстоянии. Ходят сюда, не подходят кошкам. Уже не едят. Ловит крыс. В прошлом году целое лето носила. Принесет, покажет, чтобы потом мы ее убрали. Уже и в этом году. С подвалом, наверное, вылавливает их. Вот молодец. Приносит, да. Были у нее котята, котят разобрали. Ну, конечно. Конечно. Мы предложили, особенно у кого дачи или свои дворы, где есть скотина какая-то там, свиня, корова. Там обязательно будут мыши или крысы. Она охранница. Да, здорово. Да, смелая такая. Прямо на любую собаку, любого размера. Она прыгает на спину и видно когти, выпустит. Собака как закричит и все, больше не подходит. Поэтому мы можем вот так вот. То есть у вас охранник. Еще была маленькая. Ловила в траве мышей. Наверное, выведенных где-то здесь. Ну да, тут же мусор и все. Потому что она лапочкой вот так вот берет. А я думаю, что за жук такой большой. Подошла, а то небольшой мышонок маленький. Она играет им, играет. Ну, в общем, они пользу приносят по-своему. Конечно. А как же? А так мышей бы развелось, крыс бы развелось. И нам бы прям такие большие крысы. Да. Мне страшно смотреть. Так что вот кошки, оказывается, если бы не кошки, то мы бы тут увязли мыши. Увязли бы мыши и в крысах. В крысах. Мусорник все-таки. Хоть его возят, их убирают. Да, все равно же они разводятся, конечно. Ну, все равно они приходят откуда-то. Мыши и крысы. Да. Вот какие ценные кошки. Так что люди, не длитесь на кошек. Берите котят, воспитывайте. И пусть они приносят нам всем пользу. Они сами, понимаете, пропадают. Когда совсем...